А ты по баранганам ударишь, что оживали? Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С именем Перуна приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Феномен Вадима Анатольевича Прохорова для правильного движения. Когда я еще в детстве начал замечать, что в мире что-то не так, я не мог толком найти правильный ответ. Почему же окружающая меня действительность такая ужасная? Я там на мэра, например, наехал при всей университетской аудитории. Какого хрена у нас промышляет там пивная алкогольная мафия? Куча девок пьют алкоголь. Это же вредит их здоровью. Мальчиков. Мальчики тоже им это все вредит. Ну и так далее. У меня непонятно, что это все пристращаются к алкоголю, когда я такой спортивный весь бегаю и там и все такое. Когда я стал постарше немножко, я начал искать ответы в сети сначала в различных националистических группировках и различных группах. Почему? Потому что там воля очень сильно проявлена у людей. Там песни какого-то, по-моему, экстремиста одному были, второго, третьего. Слава Великой Тартарии! Нашим богам и предкам слава! Потом Сергей Данилов! Тоже проекты Новороссия! Сделать свою какую-то валюту! Мозговой! Марценивка! Ну и так далее. Глава батальона Айдар, как у Бэткомидиана тоже говорит. Волевой же человек говорит, что-то вот, кажется, наше правительство не хотят, чтобы кто-то из нас победил. Вопросы! Возникают вопросы. Я когда тоже, вот эта среда, скажем так, военная, подтянулась и в мою семью, и в мои отношения, в мою деятельность, работу с людьми различными в этой среде, где это видение различных психических, потом, болезней, проблем со здоровьем, в первую очередь, вот здесь. Почему так? На! И вот, идя от среды националистической, верующей, религиозной, я Библию там читал, чуть-чуть Коран с этими сурами, думаю, а что за фигня? Что у одного народа какая-то такая ересь, у другого такая ересь? Почему? Потому что там ответов нет. Нет. Ладно, в Библии написано, как кирпичи делать. Такое есть там. Но ответ, ответ, дайте мне ответ. Почему так плохо? Вот Христос, там, грехи пришел исполнить, что-то такое. Начинается там, ты мне объясни, ну, я не понимаю до конца, ну, что ты несешь? Бред какой-то. Почему вот этот вот, он, бомж ходит, пьяный алкоголик, с двумя высшими образованиями? А вот этот черт, который в школе был блядуном, сволочью и тварью, у него, понимаешь ли, папа, ну, где-то хорошо спиздил бабла и стал уважаемым человеком. Миллионером. Ха, я не понимаю, что происходит. Так я пришел в так называемую, в кавычках, левую среду интернета, да. Ну, почему она левая называется, мне непонятно, было. Но она левая, потому что это социал-демократическая. То есть, это значит, они живут вот при этой всей капиталистической власти и себя чувствуют достаточно неплохо, на самом-то деле. Потому что, как только капитализм куда-то убежит, как эксплуатационный строй, потому что люди эксплуатируют друг друга, да, то эта левая среда, она нахрен не нужна будет. Эти все Семины, Спицыны, вот эти вот все козлы, не нужны. Но, тем не менее, я их начинал слушать. Спицын, Семин. Семин у меня сразу вызывал какие-то подозрения. Сразу какое-то отрочение. А Спицын, он как-то к себе располагает. Колпакиди к себе располагает. Очень приятное лицо. Ну, такой, такой пухленький, такой, бубусик. Девятов, очень харизматичный. Зардо! Сталин, а мне-то пролетариев. План Соломон! Такие вот моменты. Далее. Там на Авроре тоже разные представители. Ведута! Кибернатика, 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 кибернатика. Что-то там она про Стурмилина сказала. Молодец, товарищ Ведута. Хорошо, упомянул. Признаем. Дальше там какой-то тоже один, типа Фашик там какой-то, то ли Дугин, то ли шо, я не помню. Там Стариков. Ну, фигня какая-то. Вы мне не объясняете толком, что делать. Вопрос, что делать. Читаете Ленина? Читаешь Ленина? Потом Чернышевского. Что делать? Что делать? Ну, построить тайную военную организацию орденского типа. Ах, хренеть. А как, что я сделаю и что дальше? Почему? Вот почему мы победители Великой Отечественной войны, да? Вот мы, наше поколение не победители, но наши предки, скажем так, да? А мы их продолжители. Вот все задавали вопрос, почему мы так плохо живем? Почему, вот тоже часто говорят, в Советском Союзе было хуже жить, чем в Германии. Потом ты что-то задумаешься, план Маршала, план Далеса, плана Далеса нету, нету. Но он существует. Но он работает или как-то так. Ответов не мог найти. И тут появляется на канале Дмитрия Пучкова какой-то персонаж под названием Прохоров. Вадим Анатольевич, юрист, паразит второй категории, который сосет с буржуя в их соки. А буржуи сосут соки с пролетарием. Буржуазия не беспокоится. Нет, нет, все хорошо. Ну, сидишь, слушаешь, ну, какой-то пришел. Лицо симпатичное, светлое, глаза светлые, аура приятная, располагает к себе человек. Ну, слушаешь там Пучкова, наверное, опять будет как Жуков что-то трындеть. Там, как Жукова отрицать будет Сундакова, наверное, Сундаков будет отрицать Хиневича. Тут Хиневич и всех будет отрицать и так далее. И тоже через эту всю среду я шел-шел. За Дорновщину. За Дорнов говно, не надо его слушать и так далее. А тут нет. А тут начинает Аристотель. О, ну да, приятненько. Слышал такой Филофисов. Потом ведические три главы. Я такой, так, чё? Ведические три главы. Я ничего не понял. Подожди, подожди, на паузу. И начинаешь заново слушать. Ведический русский православный крест. Да, то есть восемь противоположностей первых. Субстанция объективности, субстанция объективности, субстанция возможности, субстанция действительности. Там Рот, Макош, Перун, Велес. Такой, так. А ну, 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 поподробней. И всё. Втянуло. И начинает через призму вот этого вот веда. Ну, я-то понял, что он сейчас говорит. Да, там, снятие противоречий. Там тоже у Куровского, по-моему, есть вот эта вот система. Карп ведание, да. То, что ты, ну, свою душу взращиваешь с вниманием противоречия. То есть вот у тебя есть закон тождества и закон непротиворечия. А закон противоречия, он, все эти логические законы, законы мира прави. Прави, прави, это где-то вот там, это вечный мир. Там, в самом верху, вот на кружочке, да. Вот тут вот, вот это прави. Вот мы идём, вот так, бежим, бежим, бежим по миру яви, яви, яви. И опять прави, и снова по яви побежали, 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 побежали. Вот начали отсюда и обратно. Начали и обратно. Начали и обратно. Вот сюда вот прави. Извини, да, вот оно, вот это прави. Вот тут оно солнце светит, да. Мир правильного построения мысли, мир вечной абстракции, мир, где нету движения. Там все неизменно, там есть навсегда заложенные высшие принципы, которые никогда никуда не двигаются. Ну нельзя им двигаться, ну так сложно. А вот это все вечное, бесконечное, вот это все мир движения, это вот материя, она существует вечно. А вот это вот как бы ее противоположность. Ну здесь-то солнышко показано, да, лампочка светит, да, я могу разобрать с вами свойства лампочки. Но это на образный манер, представьте себе, что вот некая это абстракция, да. И вот она вот материя, вот все время тут по кругу, по кругу, по кругу, так до бесконечности, да, вот этими вот восьмерками. Оно как бы вот так соскальзывает еще вдруг в дружку, да, как знак инь-янь, вот оно все бежит, бежит, бежит. Я такой, а этот начинает это объяснять, Вадим Прохоров. Я думаю, ну нифера себе мужик дает, раз, теория научного коммунизма, какую-то диктатуру пролетариата. Что это такое? Я диктатуру пролетариата практически не слышал на канале том же Аврора. Кто такая пролетариата, какого диктатура, что такое? Я такой, не понял. Ну мне все говорят, что народ должен быть у власти. А что такое народ? А народ это вот, у американцев, когда пришли к власти, буржуиная, северная, американских Соединенных Штатов, они себя назвали people. People пришли к власти. People. Это стал народ. Вот есть там партия, слуга народу. Ну понятно, какого народу она слуга. Если вы еще не поняли, ну, ребят, ну не знаю, как уж объяснить. Далее. Были еще, ну то есть римляне себя популус, по-моему, называли. Те, которые у власти стоят. То есть популус, мы народ. Мы народ рабовладелец и так далее. Сейчас то же самое. Мы буржуи, себя называют. Мы, мы это, вечная в нашей крови. Народ владелец наемными рабами. Те, которые вынуждены себя каждый день продавать этим треклятым буржуям. И это вот начинает объяснять там Прохоров, Прохоров. Начинает капитал Маркса через призму Аристотеля, через Платона. Я такой, подожди, я везде слышу про этого Гегеля. Я его ебал, этого Гегеля. Он нужен, блядь. Какую-то хуйню написал этот Гегель. Кроме истории, кроме лекций по истории философии. Там у меня вопросов нет. Там читаешь историю философии? Ну, там последовательность соблюдена. Очень большая любовь к Гераклиту. Тем не менее. Ну, когда ты начинаешь читываться его основные произведения, да, там, про логику, ты думаешь, что такое, что эти марксисты на этом Гегеле сидят? Ну, блядь, дебилы какие-то, ей-богу. Оно так и есть. А оказывается, что Маркс, Ленин, ну, я еще не удавался тогда в подробности, они стебались над этим Гегелем, над этим идеалистом. А этот Попов тоже, мумия эта, ходячая, как колпаки, о нем говорит. Ну, кто меня называет социал-фашистом? Ну, это трацкисты, трацкисты, короче, аборт-хагонисты. Интервью там давал. Слушай, обосрался ты, Мишечка Попов, по полной программе. Ну, сиди себе в колюже, что ты выебуешься? Кусок говна ты, блядь. Тем не менее, к тебе есть маленькое уважение, в каком плане? Ты признаешь тот факт, что Хрущев предатель и снял руководящий принцип диктатуры пролетариата в 61-м году. Поэтому в этом моменте тебе уважение. Но там, где ты обосрался, где ты поддержал капиталистическую власть, где ты испугался, как последняя сучка, нет вопросов. Нет вопросов. Мы все боимся. Я это понимаю. Ну, обосрался, ну, сиди в луже. Ну, какие к тебе еще претензии-то, да-да? И что ты это выебуешься? Все. Все. Ты говно. Ты не социал-фашист. Ты просто говно. Я тоже говно. Я тоже обсыраюсь каждый день. Там специальные, кстати, делаю иногда обзоры на компьютерные игры. Специально. Специально их делаю. Иногда тоже в них ошибки допускают. Я там думаю, исправлять или не исправлять. Нет, пусть меня геймеры поправят. Пусть они что-то умное напишут. А вот здесь ты не прав. Здесь было не так. Здесь ты тупое говно. Ладно, я тупое говно. Ты молодец. Правда? Давай выходи на наш канал. Рассказывай, как там. Почему я говно? А потом я тебе так, твоим еблом, в твои же ссаки, которые ты напустишь от того, что ты обосышься. От того, как я тебя буду разъебывать. Выдержишь этот разъеб. Своей мочой умоешься. Тогда поговорим. Признаешь, что ты кусок говна. Я кусок говна. И мы оба с тобой, два куска говна, должны идти на пролетарское созидание. Должны просвещать, ну не просвещать, а быть хотя бы на позициях пролетариата. А это значит, точно знать, что диктатура пролетариата, демократия пролетариата, как высшая ипостась демократии, она обязательно. То, что нужно уничтожить классы, нужно снять противоречия. Нужно быть, в конце концов, человеком. Стать человеком, а не быть проституткой. И у нас выходит такая интересная ситуация, комрады. Вот Прохоров, он это начал разъяснять. Очень вежливо, очень красиво. Он не называл нас малолетними дебилами. Вот ты сидишь, ну ты реально ничего не понимаешь. Ну что этот сказал? Малолетний дебил, ты дебил, ты ничего не понял. Ну ладно, ну да, мы малолетние дебилы. Так сидит тут такая тоже чмо этот Пучков. Он тоже взрослый, ну внешность у него взрослая, но он же тоже малолетний дебил. Как его Пурникова подпускало, это блядь вообще эпик. Я просто хлопал. И вот Прохоров, давай там артели, артель-артели, трестирование-синдетицирование, что это такое? Как? Я таких слов не слышал. Я облазил весь красный сектор, блядь, коммунистический этот в интернете, американский, блядь, европейский, российский, но российский самый большой все-таки как-никак. Там сохранено больше всего. В Украине там куча социалистических партий начала появляться, когда это ковидло запустилось, чтобы прикрывать кризис перепроизводства. Все давай, ой, ой, крутится, крутится. К чему мы идем? Ну хорошо, я понимаю ту мантру, да, то, что основные средства производства там захватить. Как это работает, я не понимаю. А тут монополии, монополии надо, вот так работают тресты, вот так работают синдикаты. Подожди, так это же капиталистические объединения, да? Мы берем эти капиталистические объединения, описывает Прохоров, используем им как фундамент построения социализма. А какие книжки? Где это написано? Вот тебе красная советская профессура, вот тебе немецкие мыслители, вот тебе даже американские, вот тебе даже Ветель о международном праве народа, или как-то так, скользит язык, не могу вспомнить. И ты такой, чокорный бабай, там Хесина, Венедиктова, читаешь эту, ну что-то какой-то юридический язык, ну значит, еще раз перечитал. Так, а вот она, вот ошибка, которая была допущена. Это что, сознательно? А Хрущев гад, оказывается, такой. Почему? Потому что он завербованный агент. Непонятно, правда, кем, но это 100% доказано. Серега, у него целый плейлист у нас на канале есть у Сереги, где он, там я тоже чуть-чуть присутствую, где он доказывает от обратного, что Хрущев это агент, это диверсант. Ты сидишь в полном шоке от этого Вадима Прохорова. Как? Как ты это сделал, дядя Вадь? Ты кто? Юрист. Вот никто до Прохорова не разъяснял так качественно, так четко, так чувственно тему, связанную с построением справедливости, в первую очередь. Справедливость вот здесь, вот она на самом верху. Справи, справи идем, да? Справедливость и пошло. Вот здесь справедливость, вот прави, справедливость, вот оно и здесь, высший принцип. История, она так сложена. Единство и борьба противоположности. Вот у нас есть верхний носитель противоположности, как говорит Вадим Анатольевич Прохор. Это из Аристотеля он берет, тут осуществляется единство. И сподний, нижний носитель противоположности, да? Где осуществляется борьба, да? Обладание и лишенность, да? И там, как тоже объяснялось, скудость, по-моему, и полнота. Вот традиционное общество, вот здесь, вот это коммунизм, тоже можно, на некий образный манер, на примере этой лампочки, на примере этого солнышка. Вот здесь вот коммунизм, светлое будущее всего человечества. И светлое, в каком-то смысле, тоже прошлое всего человечества. Потому что мы из первобытного коммунизма, вот здесь, где у нас еще вот этих средств производства нет. Вот нету вот таких вот тоже, у первобытного человека таких касок, да? Вот таких вот замечательных аппаратов, да? Это шедевры мировой мысли, на самом-то деле. Вот человек, он додумался, вот эту штуку сделать, да? Пассатижи, плоскогубцы. Это же просто, ну это, это же великолепие. Как, как, как? Это шедевры создания человеческой мысли, посмотрите. Вот первобытный человек, он, он себе только в каких-то идеальных моментах это представлял, да? Это вот заложено там, в бесконечном мире. Там можно представить все, что угодно, там осуществимо все в мире правит, там все. Ты можешь даже придумать, как у тебя из жопы молния вылетает. В компьютере реализовать, там взял на программе, написал и так далее. Вот человек идет, думает, ему надо, например, вот, ну вот, ну вот, какой-то херня, вот надо ее как-то разорвать, он рвет руками, неприятно. Потом человек в баке придумал ножницы, например, да? Сколько тут всего, всяких деталек, даже вот, что-нибудь там попилить, вот такой вот, ну, казалось бы ерунда, но посмотрите, насколько интересно сделано, да? Какая тут у нас есть ручка, чтобы держаться за нее, да? Как вот оно утончено там-то, там, с пинцетиками или еще чем-то. Даже зажигалька, которая стынет, потому что холодно, не то, что стынет, а нехорошо зажигается из-за холода здесь. Это тоже невероятно. Я вам бы еще тут иконы показал, вместе с Буддой. Вот, люди православные, вы, конечно, блин, веселые. У вас стоит, это, цель, лик Христа Спасителя, воинство Саваов и, это, Буржья Матерь. И, по-моему, этот, спасный рукотворный, сейчас я не пойму, что это такое, ебти, блин. Святой, благоверный князь Игорь Черниговский. И рядом с ним вот такой вот красавчик. Тоже мысль человеческая создала, да? То есть, из того, что мы не можем потрогать руками, мы формируем то, что руками потрогать можно. И все это объясняет Прохорова. Я для Прохорова этого ничего не слышал. И как только он это объяснил, как только он показал это через призму Аристотеля, я пошел смотреть комментарии на сайте Тупичок, ну, на Пучкова, вот это, Опер.ру. Ох, там даже Жуков начал плясать, что-то такое. Ну, мы, конечно, через... Мы разбирали Маркса, там, с этим каким-то тоже жирным хреном, но только через Гигель. Это тот хрен, вот этот Жуков, который орет постоянно. Идеализм, мракобесие! Хотя эта скотина, по-моему, он, да? Я точно не помню, он, не он. Он как-то открыто поддержал вот эти все... Укализацию, так сказать. Что? Какие вы нахер коммунисты после этого? Не, вы, видимо, специально поставленные... Либо вы идиоты, которые умеют хорошо трендеть. Софисты, блин. Вот Серега кричит. Софисты! Софисты! Или вы реально работаете напрямую на буржуазию, да? Ну, во всяком случае, надо искать материальный интерес. Скорее всего, где-то вы там замешаны. На действующую власть. Ну, потому что вы не борцухи, вы... Мы ж вас отрицаем. Нахрен вы нужны? Вот даже я вот не нужен буду, когда у вас, уважаемые пролетарии, будут знания. Боже, я тогда умру счастливо. Наконец-то, боже, отмучился. Вот они... Вот пролетариат... Пролетариат себя осознал. Всё, дети в безопасности. Они будут продолжать себя, продолжать как вид, беречь свою матушку, планету Земля, этот большой прекрасный космический корабль. И вот это всё вот в такой форме даёт Прохоров. Даёт, даёт, рассказывает, там, тресты, кредитная реформа. К советскому суду, что это такое? Дядя Вадя, откуда ты это взял? Да, он там называет диалектическая логика. Ну, да, все называли диалектическая логика. Это вот Серёга предложил разделять это. Это я полностью согласен, то, что диамат, он об объективном, логика, он о субъективном. Надо, ну, в башке это раздел проводить, то, что не путать грешное с праведное, и яйца в разные корзины, так сказать, ложить. С траусины в одну корзинку, куриные в другую. Так возникла и айцология. Вот. И поэтому дядя Вадя, он какой-то тоже диверсант, только от какого-то другого мира. Он показал и на языке платоническом, на языке образов, и на языке материалистическом, что да как работает. Такого не сделал. Никто до дяди Вади. Я никого в Ютьюбе и вообще в Ру сегменте не нашёл. Ну, может, в американском, не, в американском тоже нету, в английском. И за это, ну, во всяком случае, самая большая благодарность дяде Ваде. Потому что такой диверсии я, конечно, не ожидал. Круто. Очень круто. И он, на самом деле, много сделал. Особенно, знаете, так интересно. Ну, у нас там в Телеграме я нашёл, ну, я нашёл, кто нашёл, уже не помню. Плейлист, аудиоплейлист. Там, по-моему, нету только одного выпуска, одной лекции. Это нюансы коммунистической пропаганды. Где он говорит дядя Вадя. Кстати, это, наверное, из всех, это самый, наверное, главный ролик про нюансы коммунистической пропаганды. Потому что он невероятно обобщённый. То есть от общего к частному. Там остальные моменты, то есть, ну, за исключением, наверное, первого выпуска, когда он вводил в теорию научного коммунизма. Когда мы уже пошли в частности, да, с его лекциями, политинформацией. Не лекция, а политинформацией. То там, да, мы уже понаходили эти моменты, что частность. А вот нюансы коммунистической пропаганды. Ну, там что-то Ленин-Орис, ну, это же какая-то частность. А он там что сделал? Ну, планета Земля, ну, он вроде повторился. Да, есть повторы. Да, есть длинные владения Саритом. Он два часа может трындеть без перерыва. Мне тяжело ещё Саритом владеть на два часа. Ну, состояние здоровья не позволяет мне говорить, скажем так, больше полутора часа нон-стопом. Ну, и выходит такая ситуация, что... А вот тут он говорит правильно, что надо разъяснять, что, возможно, Рюриковичи оставили какой-то след, что вот это наша планета Земля общая, тут АТО, читайте Герцена, вот там всё, там намёки, 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 потому что буржуазия скрывает от вас постоянно знания. И этого, этой там лекции не было. Ну, потому что я заметил, что многие коммунисты, они думают так, что вот Маркс, он еврей, ну, а вот это интернационал суд, а это вот мы должны там все перемешаться. Ну, в общем, бред сумасшедшего начинают нести. Я совершенно не понимаю сути, сути изложения вообще теории научного коммунизма. Вы почитайте внимательно, что именно доказал теорий Маркс. Борьба классов и до него была, он довёл просто до ума, что диктатура пролетариата обязательно наступит, как неизбежное явление, она обязательно будет. Ну, либо будет большая глобальная всемирная катастрофа, до которой доведут эти гондоны, стоящие у власти. Они могут это сделать, они же больные на голову совершенно. Но они очень хотят жить, жить. Возможно, в них, конечно, победит жизнь, желание жизни. И они как-то отдумаются. Инклюзивные всякие капитализмы и прочая чушня, стейкхолдер капитализм, снять противоречия между капиталистом-функционерами, капиталистом-собственником. Да неужели? Да, снимут они. Говно со своей руки они снимут, когда будут подтираться своими фекалиями после значительного просира их ситуации. А что, первый раз, что ли? 19 век, читайте, они примерно то же самое хотели сделать. И в 19-м, и в 20-м веке. Ой, капитализм починить хотели. И в целом-то, даже движение нашего канала, политразборка, ну, как оно вообще случилось? Я начал искать Прохоров. Я искал Прохоров в 2022-м году. Где ты, дядя Вадя, бляхомуха? Даже пытался звонить на его телефон, который я нашел в интернете. Не знаю, где дядя Вадя. Дядя Вадя спрятался. В дяди Ваде возникают какие-то вопросы. Но потом... Так, стоп, а вот прочитал. А вот, где дядя Вадя это берет? А, он взял это у Рейснера. Все, запомнил. Записал, хорошо. О, что я тут увидел? Смотрите, еще православный какой символ. Лягушка. Это не значит, что это лягушка дядя Вадя. Хотя, лягушка это благородный символ. Вот у нее тут... 5 гривень. О, в пасте у нее вот так удерживаются. Я вот это как наблюдаю, такие моменты. А что ты там, лягушка, стоишь? Ну ладно, поставим тебя на место. Это так, тоже один из шедевров человеческой мысли. Вообще непонятно для чего сделаны, но тем не менее. Вот. И я нашел сначала вот наивного краснобая. Да, ну потому что там, ну вернее не наивного краснобая, а другой там канал, где присутствовал персонаж. И потом я разбудил Серегу. Я ему позвонил по телеграмму. Он такой, подождите, да? А у слогики начинайте! То ли он там с похмелья был, то ли что, я не помню. Ну, начали балакать, беседовать. И Серега предложил создать канал. Ютуб-канал. Под названием Политразворка. Ну, чтобы продолжать, так сказать, то дело, которое запустил Вадим Анатольевич Прохоров. Потому что, ну в чем-то его суть, главное, это снять пелену лжи с истории Советского Союза, да и в целом с нашего прошлого. Это непростая задача. Ни одно поколение уйдет на то, чтобы снять пелену лжи с вот этого вот всего дела. И так вот мы и продолжаем. Надеюсь, конечно, что Вадим Анатольевич Прохоров еще где-то, ну, может как-то появится. Хотя в целом-то он выполнил свою задачу. Он дал, он запустил. Запустил то, что должны подхватывать вы. Вы, мы, молодые. Те, которые, ну вот, угнетенные в печали, в беде, в болезнях, в горе. Которые хотят стать настоящими русичами. Ариями хотят стать, да, рийцами настоящими. Там, говорят, 16-мергоновая система. Да мне похер там. Хоть тебя хиневича надень, там уже три хлеба умер, не важно. К чему ты идешь, твоя цель. Счастье всех и каждого. И только тогда ты будешь счастлив по-настоящему. Или твоя цель там. Машку через ляжку хочу. Не мешайте мне, моя хата с краю. Ничего не знаю. Заработать деньги, схолотить капитал и пошли вы все нахер. Надо повытирать это все дерьмо. Это значит, надо уже закругляться. Не выполняю миссии свои. Ладно. Вот, ребята, изучайте лекции, вернее, политинформацию Вадима Анатольевича Прохорова. Она есть и в Ютьюбе, там куча лекций залита. И на канале Пучкова. И аудиозаписи в Телеграме. Они есть повсюду. И читайте обязательно ту литературу, которую вам дал Прохоров. Потому что она очень хорошо прочищает мозги. И самое главное, конспектируйте. Нет ничего лучше, чем конспект. Потому что забудете. Я вот вижу, как допускают сознательные вроде люди ошибки. Я тоже их допускаю. Я когда чувствую, блядь, я ошибаюсь. Я лучше приду домой, открою ВСЕ, Большую Советскую энциклопедию. Так, как, что, какое, о чем говорим, о газу. Подожди, подожди, подожди. Мы своим... У нас тут своих мыслей нет. Мы никогда не выражаем свои мысли. Мы всегда выражаем мысли тех или иных коллективных субъектов, которых мы состоим. Либо они так или иначе на нас влияют, как пишет Михаил Рейснер. И абсолютно прав. А берет этого Аристотеля. Что там предки написали, где истина доказана. Ага, вот здесь. Все. Вот истина. И больше ничего не придумывай, мальчик. Ты еще не дороже, чтобы что-то придумывать. Да там есть у нас один мальчик, который иногда сильно выебывается, придумывая какие-то термины. Но ничего страшного. Таковое життя. Это хорошо. Бунтарский дух это хорошо. Но когда... Бунтарский дух иногда переливает через это. Надо... Подожди, подожди. Вон бунтари до тебя были. Они уже забунтовали так и зацементировали. Вот так оно работает. Вот как оно начинается. И пошло-поехало. Поэтому... Спасибо Вадиму Анатольевичу Прохорову. Я надеюсь, я объяснил приблизительно. Ну, на чувствах. Я не готовился к этому ролику. Никак просто стрельнуло про феномен Вадима Прохорова. Феномен Вадима Прохорова в итоге это начало движения к правильному пониманию теории научного коммунизма в интернете. Вот так. Вот, может, совсем хоро. Благодарю всех за внимание. Сила пролетарской правды. Темный горизонт и вперед дорога дать. Там, снизу, я просила, ты мне дай...